Народ, всем привет! Сегодня у меня для вас новая тема. Сегодня мы будем с вами воевать и будем разбираться с примёрзшими дверями автомобиля. Все знают, когда приходит зима, когда приходят лютые морозы, и мы с утра приходим к автомобилю, обязательно к автомобилю тому, который ночует на улице. Весь в снегу, весь в льдышках, и мы приходим, пытаясь его открыть, и просто у нас не получается. Что-то трещит, что-то сразу рвётся, что-то нам не даёт его открыть. И мы, конечно же, обходим по кругу автомобиля и находим дверь, которую проще или лучше всего открыть. И сегодня, как вы уже догадались, я вам расскажу способ, который поможет нам сделать так, чтобы двери больше не примерзали, чтобы больше не пришлось искать вот подобную вот такую вот ситуацию. Я думаю, каждый автомобилист, который имеет автомобиль, придя утром к своему автомобилю, который простоял ночью на морозе, попытавшись открыть дверь, а она просто берёт и не открывается. Просто не открывается, вот и всё. Она замёрзла, примерзла, и смысла нету такую дверь тянуть на себя. Ну, а попытавшись дёрнуть сильнее дверь, примерзшую, можно оторвать ручку, либо даже краску с кузова автомобиля. Ребята, ну и если всё это делать через силу, очень сильно тянуть за ручку двери, которая примерзла, то можно вот такие вот последствия наделать. Сделать так, чтобы просто этот уплотнитель оторвётся. Либо он прицепится к кузову автомобиля, либо он просто вырвется с двери. Все вы видели в начале фрагмент маленького видеоролика, где человек тянул за двери, и в итоге он и упал, и оторвал саму резинку двери. Поэтому я вам не рекомендую так делать, не рекомендую применять усилие к двери, которое не открывается, которое просто примерзло. Ни в коем случае не нужно экспериментировать, не нужно пробовать ни рывками, ни каким другим способом. И сейчас, парни, я с вами поделюсь маленькими такими хитростями, как мы можем избавиться от таких проблем, и в дальнейшем с этими проблемами не сталкиваться, и дабы не экспериментировать с открытием примёрзшей двери. И первое, что нужно сделать, когда вы оставляете автомобиль дома или просто на какой-нибудь парковке, это просто открыть на некоторое время двери, можно даже и багажник. А всё это нужно для того, чтобы выпустить из салона весь тёплый воздух, весь конденсат, который там накопился. Обязательно нужно проветрить салон. Таким образом мы сравниваем температуру на улице и в салоне. И для этого всего нам понадобится несколько минут. И чтобы в это время не ходить, просто не ждать, я вам рекомендую в это время почистить снег подарками, для того, чтобы он не примерзал. Такого способа может быть достаточно, чтобы двери не примерзали к уплотнительным резинкам. Но если же этого не делать, весь конденсат, который оседает на нашей резинке, он просто будет замерзать. И так как двери у нас закрыты, он прихвачивает за собой и двери. Также вместе с проветриванием мы можем использовать ещё один классный способ, который гарантированно избавит вас от этой проблемы. И всё, что нам нужно сделать, это на резинке нанести силиконовую смазку. Она создаёт силиконовый слой, после чего к резинкам ничего не будет примерзать, и конденсат не будет оставаться, поскольку она отталкивает, отлично отталкивает воду. Вот такими вот движениями обрабатываем все свои уплотнители, и после этого всего даём некоторое время им обсохнуть, чтобы всё это впиталось и осталось с поверху резинки. Таким образом мы создаём невидимый слой, невидимую защитную плёночку, которая и будет работать между резинкой и дверью. Парни, силикон можно использовать любой, любейший силикон, который есть у вас в автомагазинах. Кому понравился видеоролик, обязательно поставьте лайк, не забывайте нажимать на колокольчик, он даёт возможность первыми увидеть новые видео. И также не забывайте подписываться на канал. Всем пока!